Какой мальчишка в детстве не играл в войнушку? Многие из них, немного повзрослев, выбрали для себя военную стезю. В субботу на аэродроме Исюниха состоялся традиционный турнир по пейнтболу среди воспитанников военно-патриотических клубов области. Цель преследуется какая? Прежде всего, это подготовка молодежи до предыдущего возраста к службе армии. То есть показать, как они в команде могут, как в составе отделений в будущем будут работать. Далее, это здоровый образ жизни, привитие здорового образа жизни. Ну и прежде всего, это, наверное, патриотизм. На этот раз в войне по наружку приняли участие 10 команд, по 5 человек в каждой. Соперников определяет жребий. На поле боя игрокам понадобится два обязательных атрибута. Защитная маска и оружие, которое называется маркер. Вместо патронов в нем маленькие капсулы с пищевым красителем. Поймаешь такую, и игра для тебя окончена. Красочные баталии ведутся не до первой крови. Цель игроков захватить флаг команды противника и попытаться донести его до своей территории, при этом оставшись в игре. К сожалению, у меня это не получилось. Есть еще одно обязательное условие. По окончании боя продолжительностью 7 минут у игрока должен остаться хотя бы один патрон. Иначе боец считается выбывшим. Так что палить без разбору в противников нельзя. На площадке стратегия первостепенна. Ну сложно как бы прятаться, но нормально. Адреналин есть. Ну засел около дерева, там решетка была у меня через решетку. Защиту надо себе строить. Ну пару я убил, конечно, но нормально все. Главный приз кубок за первое место достался команде Патриот-1 Шуйского сельскохозяйственного колледжа. Второе и третье место соответственно воспитанникам автотранспортного колледжа города Иваново и морским кадетам. Утешительные призы, адреналин и острые ощущения от недетских перестрелок, несомненно, получили все участники красочных сражений. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.